всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 около бритвенные новости уже наверняка посмотрели предыдущем видео а сейчас непосредственно бритвенные новости дело в том что на меня вышел один магазин францис многоуважаемый джин не соблаговолит короче говорит давай мы тебя стану пришлем покажешь людям ну вот и прислали вот такого брутал сосуд брутального самца который называется янтал 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 ну внешне конечно блин коробка такая прям блестящая а это то что внутри в коробке за свои законные 812 рублей вы получите не только станок но еще пачку лезвий дурка каких я не знаю но скоро мы с вами узнаем насколько они хороши не хороши но естественно комплектными блезвиями мы с вами сегодня и побреемся внутри больше ничего нету хоть бы китайскую конфетку какую положили хотя кто бы есть то встал станок внешне особенно по этой части конечно же можно догадаться что это очередной ремейк 89 головы но посмотрите как шикарно сделано прям не покрытие не отделки ничего тут не пожалели прям такое все к знаете вот не пойму то ли это лаком покрытая то ли еще чем-то внешне конечно офигеть как но я не думаю что полируя вот так металл они удержались от того чтобы не покрыть его лаком а если они все-таки лаком покрыли как долго он будет держаться вот тоже такой интересный вопрос что же из себя представляет этот станок это закрытая голова но хотя вот по этим просечка но они не не насквозь не насквозь это клозет комп трех составной диаметр ручки 11 и 8 миллиметра длина 100 миллиметров увесистый блин 113 грамм весится эта конструкция и такой прям я вам скажу так ух прям вот такой тяжеленький нижняя плита влезли ли литье верхняя плита ну да понятно что лаком вот видите даже чуть-чуть можно заметить что где лак неровно лег так какое тут китайцы дурка лезвия поклали но пока выглядит как настоящая я помню свое время были разговоры что дурка стали подделывать что не корейские вьетнамские варианты стали появляться и вьетнамские варианты почему-то ребят не очень хорошо сильно устраивали то есть там было вообще нехорошо грубо говоря что же это из себя представляет ну и я не знаю сейчас будем разбираться станлись блэйд причем обратить меня не станли стил стандель стил это нержавейка по нашему а просто в там лес сталь на всякий случай я подстраховался если что вдруг пойдет как-то не так я лезвочку то пол сильвера приготовил собирается вроде нормально одна ручка тяжелая были насколько она весь я скажу ну правильно чё 80 грамм конечно будет чувствовать это в руке да ровненько ровненько хорошо и пока качество улыбается что будет дальше посмотрим помогать нам будет вот этот малыш от компании яки внешний диаметр 26 значит внутри 24 смотрите как все красиво написано ну как обычно компания пишет выдавлена так прям туда вовнутрь это не мы не какая-то надпись пластиковая ручка длиной 65 миллиметров комбинированной из двух цветов пластик хорошего качества нижней такого небесного цвета такой не синий не голубой какой его молочно голубой какой-то окантовочка из белого нравится вот сама ручка нравится по цвету синтетика черного цвета с седой опаленной мягкий достаточно упругий пока ничего необычного не вызывает набить набивка тоже пока никаких отклонений не наблюдается вполне себе в обычном стиле для яков как будет в работе узнаем совсем скоро еще один помазочек и самый сладкий рыжий оставил на следующий обзор на сегодня пойдет этот а мылом будет сегодня бакхарн от мюли который любезно предоставил опасная бритва рф последняя из трех вот чего тут по-русски пишут вот что пишут по-английски у состава мы с вами уже давно определились то есть тут полностью синтетическое мыло коробочку это прям зауважал смотрите она как прям все время открывается обычная упаковка для этих пробничков запах туалетный знаете вот как есть какие-то туалетная химия в хорошем смысле то есть не туалетная вода туалетное мыло какие-то средства для ухода там за ванной комнаты или еще что то как правило их все делают определенной тематики то тут присутствует какая-то цветочная свежесть вот так это ощущается вполне себе приятно ну а в работе мы это мы уже знаем сегодня лишний раз получим этому подтверждение авто шейф благодаря дмитрию я сегодня смогу вам показать идол 45 эдельштейн эдельштейн как это правильно стеклянная бутылочка контроль первого вскрытия опять не работает я знаю почему потому что не закручивают до конца вот это вот внутренняя туда не вставляется а вот если докрутить вот она все ставилось чуть-чуть да чуть-чуть уже пролилось а вот после этого контроль первого вскрытия уже должен работать да да вот он сработал все нормально но и дозатор ставился вообще удобную распаковку он конечно придумал молодец эта фигня уже нафиг не нужна запах одеколонный где-то чуть-чуть от простенького одеколона где-то чуть-чуть от шипра где-то чуть-чуть от всего но пока мне это больше нравится чем оставляет равнодушным посмотрим как он будет работать вот пожалуй что и все пошли бриться мыло накладывать не буду просто смочу пока взобьем пенку хотя чего его сбивать давайте на компресс а потом сразу шти на лицо ну чё голову-то молочить мысли потаеные чё за мысли я думаю сейчас вот то наборная лезвия которая с этого с эти идет сейчас его попробовать на одной стороне затестить если вдруг оно нормально себе раскроет нормально все покажут вот так на нем мы продолжим тогда у нас получится полная картина если вдруг кто-то из наших россиян отважится взять такой станок за какие-то безумно совершенно дикие деньги 812 рублей то будет примерное понимание сути процесса то есть что он сможет добиться этим станком и 10 лезвиями которые там наборе идут а если вдруг что-то мне там покажется не так и я сам для себя пойму что лезвия дурка не дают мне понять этот станок тогда у нас в запасе пола ой господи полсильвер пола лишь лишние лезвия запасе не помеха переставим и попробуем побриться на нем так хороший не тычковый тыкающего стержня никакого нет это стержня шарик какой-то стерженек есть он держит объем этого помазка запах прям стал раскрываться у мыла он цветочно ароматно туалетный какой-то вот такой то есть знаете вот как хороший освежитель воздуха как хорошая мыла как хороший шампунь в конце концов для тела для лица для головы для чего там шампуня бывает то есть вот так вот пахнет скажем так вот будь у меня шампунь с таким запахом он бы мне нравился а тут целая моя вот так ну что брутал сосун видал сосун господи где это слышал сейчас вот руку намочил вот это вот штука насечка чуть-чуть подскальзывать стал то есть у нее не острые навершия которые будут фиксировать вашу руку на этом станке а все-таки видать завальцованы или лаком покрытые или закрытые чего не там какой-то критической скользящести я не чувствую но тем не менее вот так уверенность которая была на сухую она чуть-чуть вот так вот как-то подкисла но опять же критичного ничего нет да вы сами все слышали только мягче причем мягче не в такую знаете ватно-фигушную какую-то сторону мягче бархатистый я бы так вот сказал по крайней мере с этими лезвиями ну мне повезло видать у них значит наборе нормальная дорка не какие-то там вьетнамские или какие-то пацаны засирают говорят фу говно не берите там фейк 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 ну хотя сами дорка говорят что у них двойное производство есть в корее в вьетнаме но наши парни опытные экспериментальным покупочным тестовым путем пришли к тому что корейские это вещь а вьетнам это г и куплены вьетнамские это деньги на ветер то есть ну судя по всему здесь идут корейский он не нравится на всякий случай не буду спешить а то сам себя уже стал ловить на том что когда когда мне на первом проходе какой-либо станок нравится у меня душа на распашку станок вот так там велось волосы кучерявые вьющиеся по ветру вперед понесся а потом смотришь пол хохотальника разнес поэтому так аккуратненько с чувством с толком с расстановкой но в принципе вот по идее что там все забито но я этого не чувствую то есть он ведь он и все равно уходит парни если все лезвия дорка бреют из набора берите дорка хорошие лезвия . . . . Продолжение следует... Ух! Ну прям... Ого! Не ожидал. Как-то у него такой, знаете, что-то прям медно-брутальный. Думал, он мне сейчас как-то на по шарам. А нет. Ну что, второй проход. Несмотря на то, что руки влажные, пофигу. Держится вообще хорошо. Опять с правой начал. Должен был стой. Как бы не осторожно, что-то там какую-то фигню-то зацепил. Ну, видно, лишняя торчала. Вот ее и снес. Нам лишнего не надо. Опачки! Поймал себя на мысли. Видали, как взял? И так удобно. Прям... Длина 11 сантиметров все-таки рулит. Сколько? Десять там. Да, десять. Десять. Прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну как так-то? Я даже не чувствовал нифига Опять меня эта сторона достала уже Достала тем, что бреешь комфортно, мне нравится Ну вот Мыло не набирало то, что на помазке было Сейчас в голову пришла мысль, если не заморачиваться с тяжей, а этим мылом сразу идти на лицо Это нормально Ничего не сохнет, все бреет Продолжение следует... Практически все бритье проходит при таком хвате и по кайфу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иван Иваныч Продолжение следует... ... Продолжение следует... Ребята, а подбривок-то не надо... Beautiful... Just perfect... Ну что... Ну все... Наверно, по мазками тут... Вас перед лицом смысла махать нет... Потому что, в принципе, там сколько в первый раз набрали... Вот так всю дорогу прошли... И... Столбетки больше не брали... По факту у нас... Вот такая вот... Каникель образовалась, пена... Чудесная... Пахнет более чем зачетно... Запах по-среднему, наверное, где-то не на троечку, как у предыдущего... Сандала... Ну где-то, наверное, на 3,5 по силе... Запаха помощнее чуть-чуть... Ну и... Все... Компресс, автошейф, выводы... Не пойму откуда это взялось... Видал сосун... Брутал сосун... Сосун... Видал... Сейчас всякая фигня в голову лезет... А суть-то проста... А он выглядит, на самом деле, брутально... Достаточно так... Ну... Теплый компресс... Поубирал все это нафиг... С одной стороны... Бритьем... Удивлен... Мал другой... Порадован... Честно сказать... Ожидал каких-то средних результатов... Потому что, если внешне на этот станок смотреть... Он... Ну... На цыганщину откровенную, конечно, не тянет... Но что-то такое, знаете... Необычно, раритетно... Бронзово-патиновое... Патиновое... Он, знаете... Как по грани... Идет... Вот... Раз он в одну сторону свалился... Допустим... Ну, по эстетике... И все... Это уже бескущенно... Это вот эта вот цыганщина... Это... Понтовщина... Вот это вот... Фу-фу-фу... А хвост в другую... Это уже дорогое... Проверенное временем... Веками изделие... Просто она чищенная... До медного блеска... И прям... Вот как-то вот так вот... То есть... Туда-сюда... Туда-сюда... Куда-туда... Куда-туда... Как-то я еще сам не определился... Может, больно необычно он как-то выглядит... Очередное спасибо от Дмитрия Дроздова... Санкт-Петербург... Который нам дает возможность попробовать... Пробники разных автошейвов... И сегодня у нас сорок пятая параллель... И что это... Идалл... 45... Эдерстейн... Запах... Ух... Драчевой... Хорошо драчевой... Ой... Не... Ну до королевского, конечно, он не дотягивает... Чего говорить... Чтоб вы знали... Королевский... Наш королевский шипр... Так это шипр... Тот как продерет... Так мама дорогая... А вот запах... Ух... 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 Странно... На предыдущем обзоре какой-то отголосок похоже на этот был... Но в то же самое время я не могу сказать, что это одно и то же... Нет... Здесь... Вот та нотка, которая меня возбудила, впечатлила и заставила задуматься на прошлом обзоре... Она, да, была... Но она как-то, знаете, как золотая рыбка... Из-за скалы так раз одним глазиком, хвостиком тырц и улетела... И все, все, нет у меня... Спряталась... Зато пошли другие... Какие-то... Цветочно-ароматные какие-то... Они уходят на дальний-дальний-дальний план... Знаете... Запах чего-то зрелого, вкусного... Очень приятного... Никакого не фруктового... А природно-растительно-цветочно-офигительного... Какого-то вот такого... Но это не лиственное... Это не хвойное... Ну уж... В коричневые-черные тона вообще не ударяется... То есть это не мох... Это не кора... Это не земля... Это не что-то там вот такое... Никакой вам скошенной травы даже не думайте об этом... Рядом не проходило... Здесь все такое, знаете... Цветущее... Такое... Я бы сказал джунгли... Но пацаны придут... Тапками закидать... Ай, Иванов ты в джунглях был... Да там сыро... Да там вот такие комары летают... Да там тебя удар в жопу укусит... И ты там понюхать не успеешь... Ну да, может быть... Настоящие так и есть... Но я свои джунгли представлял совсем по-другому... В моих джунглях... Идешь... Всякие... Акации... Лианы... Там подошел по дереву... Бум... Обезьяна тебе... Банан нати кушайте пожалуйста... Как банка... Ну типа того... Ну не обезьяна... Может в крайнем случае ленивец... Нет, ленивец это долго... Лучше обезьяна... То есть вот знаете... Просто вот идешь и отдыхаешь... Свежим вот таким вот... Природным запахом... Там грудью... А все эти леопарды... Тарантулы... Там вот эти вот лягушки... Самые ядовитые в мире... Там гепарды... Нет... Так... Кайфово... Ну то есть вот хорошо... Я бы даже вот поближе к экватору... Все это отодвинул... Желтенький песок... Жезлонги... Загорелые... Баронетки... Ну что-то такое... Знаете... Радужно... Радужно... Цветочное... Женское... Начало здесь хорошее... Не в том смысле... Что... Такому мужику... Как бы... Не в тему... Западло... Ты чего... Я женскими мазаться буду... Нет... А вот просто... Знаете... Что-то такое... Манящее... Цветущее... Красивое... Как вот женщина... Вот смотрим... На красивую женщину... Ты понимаешь... Что... Она не твоя... Она не в твоей жизни... Она даже не часть твоей жизни... Не часть твоей истории... Не часть твоей вселенной... Вообще не часть ничего... Это просто тот... Маленький праздник... Который вот именно сейчас... Попался тебе на глаза... Ну... Радоваться-то этому... Тебе же никто не запретит... Да... Не твое... Хороша Маша... Но не наша... Ну... Хотя бы посмотреть-то я могу... Вот... Ты стоишь так... Как у того волка... И вот... Пялишься... И забываешь... Что это неприлично... И так нормальные мужики не делают... Они как-то вот так делают... Ну... Незаметно во всяком случае... Ну... Это же красиво... Вот поэтому мы и смотрим... Ну... Здесь вот что-то такое... Намек на это есть... Ребята... Никакой пленки нет... Все ушло... Чудесный автошифр... Почему-то у меня такая эпидозра... Что он стоит недорого... И... При всем при том... Хорош... Хорош... Прям... И так... Добавочных... Ну... Знаете... Добавочных... Пожалуй... Вот дать не дать... Дать не дать... Вот... Дам... Может быть буду не прав... Не дам... Скотина себя буду чувствовать... Пускай будет 5.25... Ни нашим... Ни вашим... В пополаме... Вот так... Потому что здесь вот есть какая-то... Вот такая маленькая терпкость... Которая вот... Ноту очень такую... Задорную... Приятную... Игривую... Такую... Бум... Лучезарную... Дает... И по кайфу... И уж тем более... Я не жалею... Что вот эти 0.25... Добавил... Потому что... Пленки... Йок... Да как будто и не было ее никогда... И я чувствую... На лице такую приятность... Образовалась... Хорошо... Реально хорошо... Ну... И опять же... Подуспокоило... Да... Хорошая штука... Хорошая штука... Прям понравилась... Помазок... Ребята... Хороший помазок... Чем он... На общем фоне... Яков... Отличается... И чем он мог бы... Допустим... Вот такой... Таким... Ваше внимание... Зацепить... Ну... Во-первых... Конечно... Ручка... Если такой тип ручки... Вы еще не пробовали... Попробуйте обязательно... Потому что в работе... Это не напряжная... Спокойная... Разудалая работа... То есть... Пальцы у вас не парятся... Они в порядке... Тут как зацепилась... Так и зацепилась... И вот так вот... Носятся кругом... И пофигу мороз... Все нормально... Работает хорошо... Узел... Узел... Знаете... Как удалец... Молодец... Он тоже какой-то... Ну... Такой вот... Посередке... Во-первых... У него есть... Конечно же... Стержень... Но стержень... Не такой... Знаете... Лоб прошибает... А такой... Объемный... И вот этим объемным стержнем... Он и работает... Вот и получается... И нашим... И вашим... То есть... Он маленькую сторону шарика... Как бы так... Знаете... Заглядывается... Можно я к тебе сегодня вечерком... Чайку попью... Ладно... Ладно... Хорошо... А может я к тебе... Смотри... Что-то вот такое... Он работает на две стороны... И такое подозрение... Что он успевает... И там... То есть... Вот он интересный... Тем стержнем... Объемным... Он может работать... Скоряку... Он может работать... Как кисточка... Он может там... Под шарик... Что-то подкашивать... Особенно... Когда вы... Не будете его включить... Чуть-чуть... Теперь отпустите... Он с охоткой... Создаст вам объем... Я не скажу... Что это... Особо выдающееся... Что-то на общем фоне... Яков... Но... Такой помазок... Если у кого-то есть... Наверняка... Будет ему рад... Он может быть... Как в этом... В образе... Первого помазка... В образе... Второго помазка... И даже... Третьего... Разхожего... Если допустим... У вас там... Первые два из органики... Им нужно давать роды... Там... Денька три... Чтобы посохли... О... Очень даже... Ого-го... Объем... Двадцать четыре миллиметра... Узла... Ну... В смысле... Диаметр... Вполне себе... Цвет узла... Ну... Тут да... Тут... Чёрный... Несколько необычный... Он на то благородный сединой побит... А ручка... Так ручка... Что доктор прописал... Ну... Вот иногда вот заходишь в какую-нибудь больничку... Поликлинику... Так там вот девочки ходят... У них всё тут белое... А тут такая вот синенькая шапочка... С белой каемочкой... Ну... Ну... Так вот... Наверное... Хотя... Медсестру... Помазок как ни верти... Он всё равно красиво смотрится... То есть вот... Мне нравится... Лично... Ну... Это и мховое... Но мне нравится... Вещь... Вещь... Ну... Камешек... Да... Был повод... Ну... Как-то вот самим компрессом обошлись... И так что вот камень от мюля сегодня остался... Не удел... Лезвие... Дорка... Да чтоб они все такие были... Потому что сколько историй слышал за Дорка... Что... А... Вот Дорка там... Дарам-дарам... Я уже расстраиваться начал... Потому что думал... Ну... Как же так... Я с именем этим вырос... То есть... Я Дорка-то знаю... То уже... О... Сколько... А сейчас что... Скорвились... Испортились... То есть... Как-то я расстраиваться даже начал... А здесь кто? Какой-то китайский магазин с Алиэкспресс... В комплектном наборе... Да еще и годные лезвия... Ну... Я прям так не только удивлен... Я еще и порадован... Хорошее-хорошее... И... По факту получается... Беря такой набор... Вы... Не только за басмословную сумму... 812 рублей... Получаете станок... Но еще и 10 лезвий... Интересно... Интересно... Лезвие зачет... Станок... Чуть-чуть... Раскормленный на стероидах... Чуть-чуть... Придавший в объеме... Свою голову... Ну то есть... Ему раскачали все... Он... Там... Анаболиков... Ему маленько... Пиндюрили... У него рост увеличился... При том же диаметре... Что и здесь... Потом... Плюс... У него толщина шляпы... Увеличилась... Это мне помешало... Ну как помешало... Создало... Небольшую накладку... Только в одном единственном случае... Когда я на первый проход... Вот здесь шел... То есть... Вот этим легче... Он прям как родной ходит... А вот этот... Чуть-чуть своим стероидом... Там упирается... Но тем не менее... Выкрутился нормально... Во всех остальных случаях... Так и так... Вообще без проблем... Все нормально... Все хорошо... Вот... А... Тут изменены... Не только размеры... И внешний облик... Пожалуй... Еще характер... Я бы... Наверное... Все-таки... Назвал... Его не менее... Агрессивным... Чем... 89-й от Яки... А более бархатистым... Что-ли... Что-то вот такое... В любом случае... Я думаю... Что... Вот... 89-я голова... Она... Чуть мягче... Вот... Чуть-чуть... Самый Децл... Возможно... В моем... Таком... Воспаленном... Понимании... Хотя... Вот... Если кто-то их поставит на один уровень... Да я бы ни капли не удивился... Уж все же люди воспринимают все по-разному... Особенно... Если... На разных станках стоят разные лезвия... Но... Пока... Вот так вот... С того... Что я попробовал... Получается... Вот эти два борота акробата на одном уровне... Только это чуть побархатистие идет... Не скажу... Что это знаете... Как-то критично... Потому что мне это тоже до без ума нравится... Классный станок... Хотя... Многие этот станок называют агрессивным... Ну... Как многие... Мне человек пять уже сказал... То есть... Тут как бы... Получается... Даже те ребята... Которым вот этот станок с моей подачи зашел... Они... Даже... В большинстве... А вот те пять человек... Которые скажут... Что вот этот агрессивный... Ну... Ну... Они есть... Это факт... В комментариях пацаны выходили... Говорили... А это чуть побархатистие... Опять же... С определенной долей вероятности... Я не стал бы это утверждать на сто процентов... Потому что с этим... На дорко я не ходил ни разу... А на этом сейчас стоял дорко... То... Что я точно... На сто процентов могу сказать... Что... Покупая вот этот вот набор... Не важно... В качестве первого станка... В качестве второго станка... В качестве второго станка... В качестве станка для новичка... Человек приобретает не только годное изделие... Но и годные лезвия... В количестве десять штук... Это точно... Чем же этот станок не понравился... Ну... в качестве не понравился. Я так вот прям не могу сказать, что фу-фу-фу. А вот определенная доля непонимания все-таки есть. Это вот тот блеск, который он издает. Да, он мне нравится. Вот знаете, какой-то сверчок там прятался и мозг так стучит, стучит. Иванов, а ты можешь сказать, как он долго будет держаться, этот блеск? Может, он там через неделю уже сойдет? Вот тут хз, ребят. Тут я не могу сказать, как долго он будет держаться. Еще один вопрос, который у меня возник, это когда вот руки были намочены. Вот эта вот вся чудесная накатка, которая здесь есть, и которая, несомненно, слизана. Ну, в смысле, как слизана, ее обработали. Плюс еще покрыта тем же веществом, что и весь станок. Он весь так покрыт, не только голова. То она информативность этой накатки несколько занизила. Не критично, но процентов 10-15 она убрала. То есть, когда у вас руки влажные будут, готовьтесь к тому, что вам нужно будет повнимательнее относиться. Не выскочит, это не кусок мыла. Но все-таки это уже не та цепкость будет, как на сухую. Ну, или если все время руки вытираете, так вы этого вообще даже не заметите. Вот и все. А так, магазин порадовал. Порадовал. В описании по ссылке, конечно же, вы найдете этот станок и сможете этот магазин повнимательнее рассмотреть. А так, со своей колокольной я посмотрел. Магазин средней руки. В основном там все для бьюти. То есть, побриться мужикам. А если зайдете побриться девчонкам, так там один какой-то прибамба стоит и все. Да, есть вот это вот, состригать растительность в ушах, в носу. Но уж что-то она какая-то дорогая. Аж 440 рублей. Для нас, для России это недорого. А вот по алиевским меркам, вот если по меркам Алиэкспресс, то там такие штуки начинаются от 50-100-150 рублей. И уж до 450 рублей редко, редко какой массадер вот этот долетит. Ну да, там какой-то, знаете, там декор такой, прям голова съемная. Но я все это понимаю. Но все-таки за эти 450 можно три машинки попроще взять и ничуть не хуже. У меня он такая ума, да и у меня он самого работает. Я вам показывал уже. Наличие порядка где-то 6-7-8 разных лезвий поимпонировало. Потому что там одних болит только, ну сколько, наверное, 3-4 вида. Потом те же самые Дорка, которые я вам сейчас показал, тоже есть один вид. Плюс там какие-то вот эти вот с иероглифами. Там, по-моему, пара-тройка видов, еще какие-то. Ну, короче, лезвий-то там, да, хватает. Ценник, ну, сами судите, там за сотню, по-моему, от 700 до 1400. Но я бы не сказал, что бумагник. То есть обычный ценник. У нас тоже есть подороже, подешевле. Станков. Станков всего пара-тройка видов. То есть пара видов бабочек. Тот же самый Вейшей Бейли. Бали или Бейли. Ну, как там. Ну, опять же, вот этот красавец Гардер Марин в разных воплощениях. То есть там, хочешь брюнет, хочешь блондин, хочешь вообще какой-нибудь там, еще какой хочешь. Ну, а по мазке, ну, а по мазке я так посмотрел. Ну, да, ну, по мазке. Ну, после Якова они там по мазке какие-то кажутся такие, знаете, игрушечные. Репа у продавца понравилась. 98,7 это хорошо. Это хорошо. Вот, если бы это было меньше, было бы хуже. Но если он чуть-чуть еще дотянет до 99, так это будет вообще хорошо. Раз уж у него 98,7, значит, у магазина все более-менее в порядке. Могу ли рекомендовать? Да, могу. Вы знаете, наверное, все-таки внешний вид и размер. Если когда вот этот вот я в руки взял, я аж пищал, там с меня кипятком брызгал в все стороны. Так он мне нравился, так он мне прям был по кайфу. Да он и мне сейчас продолжает быть по кайфу. На самом деле для меня лучшая реакорнация 89-й головы до сих пор от Якова. Тут они, видите, они формами подкупили, ручку необычную поставили. Ну, голова, ну, тут ее необычную не назовешь. А вот ручка, да. И все вместе у них получился какой-то дизайн. Здесь он, несомненно, тоже есть. Но все-таки пока нет, пока он от Яков не отшиб. Хотя, несомненно, они на одной полочке, это достойное изделие. Мне тут Игорь, смотрите, какую опасочку подогнал. Тут тренироваться. Даром, что на 3D принтере напечатанной пластмассовой. Вот, и буду тренироваться. А следующее обретение у нас, конечно же, будет с опаской. Ну, а на этом... А, мыло, 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 мыло. Что, мыло от Мюля? Ну, да, мыло от Мюля. 700 рублей. Хорошее. Нормальное. Оно не изменилось за последние 3 обзора. За запах, за запах я добавил бы отдельную, наверное, там, 25 сотых. Ну, полбалла бы еще добавил. Потому что запах мне запонравился. Он такой цветочный, восторженно, туалетно, романтичный такой. Ну, вот если у меня в ванной комнате вот так бы пахло, да я бы только радый был. Вообще хорошо. Вообще здорово. И уж во всяком случае, он чутка помощнее, чем был у сандала. Вот у сандала его явно не хватало здесь. Чутка помощнее. Это уже хорошо. Ну, и, конечно, спасибо опасной бритве РФ за то, что дало возможность попробовать вам показать. А на этом, ребята, добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам здоровье. Сейчас на многих ресурсах готовятся акции. Те же, которые первые появятся, я вам обязательно о них расскажу. Ну, а пока раз говорить не о чем. До свидания. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока. Отписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»